Добрый день! Мы на канале ТОН-ТВ в программе «Разбор полетов». Зовут меня Александр Цинкер. Сегодня я буду пытать моего вечного соперника по темам и друга по жизни, журналиста Леонида Луцкого. Поэтому я такую тему нашел, на которую мы никогда не говорили. Недавно, мы помним, премьер-министр наш показался на экранах телевидения в гипсе. Он даже встречался с президентом России, говорит, ну, встать не могу, подойди, поздоровайся, у меня гипс. В конце концов, когда-то этот гипс надо было снимать. И тут-то сестра в больнице, где должны были снимать этот гипс, подумала, слушай, он нам столько вырванных лет сделал с его экономической программой, с его этой социальной несправедливостью и пообщавшись со своей дочкой. Дочка мне сказала, мы должны все деньги, которые мы потеряли, вернуть. Давай этот гипс, когда снимут у волоки, и мы его выставим на аукцион, и, глядишь, продадим и вернем себе все деньги, которые он нам задолжал. Почему бы не сделать вот такую социальную справедливость? Выставили на аукцион, ориентировочная стоимость, по-моему, 100 тысяч долларов. Вот как тебе этот ход в борьбе за социальную справедливость? Во-первых, я бы присовокупил туда и анализы Биби Натаньягу. Он наверняка делал, а лаборантки получают немного. Уже поздно, где их сейчас искать? Да, лаборантки получают немного. Потом, это международная практика. Продавали челюсть Черчилля, продавали очки Элтона Джона, продавали очки Джона Лэнтона, гитару Пресли. Мы в Израиле тоже так должны как-то рачительно относиться к этим вещам. Вот, скажем, с закрытыми окулярами бинокуля Мира Переца отличный лот, бальные туфельки Голды Мэйер, Viagra Маше Кацава. Он же всю упаковку использовал, не верю, его же посадили. Вот, потом еще можно... Машедаян. Машедаяна, повязочку. Массу вещей. И я бы еще, знаешь, с Ольмертом хорошо разобрался. С ручками Ольмерта. Почему это считается его частной коллекцией? Значит, смотри, на чем погорела Шулов Закин? На ручках, он два раза в день требовал ручки. Значит, уже начали брать в развалах бросовые. Вот, вот эти, которые в палестинской автономии делают. Да, да, да. Вот. Потом такая недостача, что заинтересовалась в массах носа. Брат Шул Закин покрывал, сел. А Ольмерт что делал? Ольмерт. То встретится, значит, с Абу Мазыным, в пустую абсолютно. То с королем Иордании, то с патчмейстером, значит, Люксембурга. Чуть подпишет ерунду. А ручку в карман. Пластмассовую ему дает, а в ответ получает Паркер с золотым пером. И в результате никто не захотел с израильским премьером встречаться. Как мы очутились в международной изоляции? Вот из-за этих ручек. О, так у меня, поэтому такая вещь. Смотри. Это ты говорил только о премьер-министрах. Все депутаты КНЕСОТа и многие работники встречаются по миру с очень многими демагациями. Я помню, мы когда были, например, в Италии, Министерство иностранных дел Италии пыталось как бы свести с одной стороны депутатов КНЕСОТа, с другой стороны депутатов Палестинских. Их мероприятия провели, в конце дали нам подарки. Правда, мы уже научены опытом, тоже спросили, стоят ли они больше, чем 200 долларов, потому что как если 200 долларов мы привезем и надо будет сдать. Нас успокоили, там какие-то деревца маленькие были, нам подешевле дали, все было нормально. Но привозят же очень много. И если взять всех и выставить на продажу, так я думаю, наш бюджет, который как бы сокращают каждый раз и сокращают, это представляешь, только от них ручек, как ты сказал, Ольмирта выставить или сигар, или там других подарков, которые просто пройтись по кабинетам КНЕСОТа, сколько можно собрать? Так вот насчет сигар. Я понимаю, что бибины не выставишь, и их штайнец докуривает. Вот. Я знаю, что Либерман, значит, вот он тоже любит сигары, потом вторые руки у Стаса, потом у Роберта Эйлатова, Миллер, а уже бычки самые, знаешь, последние, это заммэры городов от НДИ. Нет, ну там у них безотходное производство, там от них ничего не получится. Я когда-то партию Исраэль Байлия пытал, куда вы деваете ношеные кепки Натана Щеранского? Ты эту партию хорошо знал изнутри. Вот скажи, пожалуйста, это что, плохой лот? Эти кепочки, их нельзя хорошо продать? Ну, сейчас уже сложно. В то время они пошли бы лучше. Сейчас надо еще объяснять, кто это, когда был. И вот, ты знаешь, насчет подарков. Я когда-то, есть в Одессе знаменитый литературный музей. И там была выставка подарков Леониду Ильичу. То есть, классные вещи, которые он получал, он дарил музею Ленина и музею революции в Москве, а шваль всякую, которую жалко выбросить, в Днепродерженск на свою малую родину. Вот там были такие вещи. Значит, одна меня впечатлила. Один армянский, тебе будет интересно, художник, нарисовал его портрет на золотой пластиночке, которая в 1300 раз меньше рисинового зернышка. Значит, одна, это было модно в Советском Союзе, безрукий инвалид вышла ногами его портрет. Значит, вьетнамские товарищи подарили картину Леонида Ильича, у которых был шелковый, такой выдавленный барельеф. Он явно на вьетнамца был похож. На дно раскормленного Хошимина. И маленькие такие звездочки у него сели. Значит, были туркменские, брежневые, казахские, узбергские. Леонид, 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 я тебя остановлю. Ты начнешь перечислять. Не, ну класс был в другом, мой дорогой. Значит, была картина, о которой сейчас все офигеют. И дети спрашивают. Со мной был солдат израильской армии. Он говорит, я ничего не понимаю. Леонид Ильич подписывает билет номер один партийный Владимиру Ильичу Ленину. И Ленин стоит, ждет, чтобы он ему вручил. Да, я не, без, вот он подписан. И ребенок спрашивает, слушай, когда Ленин умер, израильский солдат, а когда Брежнев жил. И я представил, Мецеда ЗФ Телеви, ты заходишь, штаб-квартира Ликудов, и картина. Беньямин Натаниягу подписывает билет номер один партийный ЗФ Жаботинскому. Представляешь, какая бомба. Представляешь его, если выставить на продажу. На входе. Кстати, давай все же вернемся к тому, что я тебе задал вопрос. К гипсу. К гипсу. У меня такой вопрос. Как ты думаешь, кто истинный владелец использованного гипса? Носитель его или то учреждение, которое этот гипс наложило? Все же, кто мог бы выставить? Казенное, казенное. Только это где было? В Асуту или где? В Адасе. В Адасе. Конечно, Адаса бы поправила свои дела. Нет, ну подожди, он же все же член какой-то больничной кассы. И он платит каждый месяц какие-то деньги. И поэтому те лекарства, которые он получает, это, наверное, уже его лекарства. И гипс, который ему наложили, это его тоже уже гипс. Тут сложно, как с той коровой. Корова колхозная, теленок наш. Я думал, что, по крайней мере, они могли бы поделить пополам. Пополам. Ну, тут уже четкий вопрос. Это кто их принес? Того и анализы. Поэтому я думаю, я думаю, нет, нет, я уже понял. Я решил так, что самое честное было поделить пополам. Значит, половина больницы, половина носителю гипса, потому что... А ты понимаешь, заплатишь? Какая вещь? И угладил Путин. Сам Путин. Ее барак фамильярно похлопывал. То есть можно накинуть. Понимаешь, как это надо накинуть, наверное, еще. Поэтому и начали, лот начали со 100 тысяч долларов. А Вадя ЕСФ нас заговаривал. Хорошо. Какая вещь. Я понял, что тебя такие вопросы тоже не смущают. Нет. Поэтому на этом будем заканчивать программу. Да, и еще я... У меня есть еще полминуты. Я считаю, действительно рядовые депутаты не должны давать блузочки Марины Солодкиной, о которой все пишут. Почему она вот это вот... Что, она же обновляет гардероб? Это же можно в какой-то бутик дать. Шляпочки Насте Михаэле. Это же прелесть какая. Ну, может быть, тогда еще памперсы, ее детей. Давай продвигай дальше эту идею. Давай на этом закончим. Это как пойдет. Все, я тебя останавливаю. Спасибо. У нас был Леонид Луцкий в программе «Разбор полетов» на канале ТОН-ТВ. Меня зовут Александр Цинкер. До новых встреч. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова